В Израиле не принято косить от армии И дети наших эмигрантов очень хотят пойти в армию Для них это честь, достоинство Но наши дети, дети наших эмигрантов очень умные и поэтому опасны для армии С ними проводят собеседования Типа в таких учреждениях, как наши военкоматы И те, кто проводит эти собеседования, называются офицеры душевного здоровья Вот один израильский офицер душевного здоровья Своё здоровье потерял навсегда, после того, как поговорил с нашим мальчиком А к нему пришёл на собеседование очень умный еврейский мальчик Еврид знал плохо, зато был очень умным И офицер решил с ним общаться по-простому, рисунками И говорит, мальчик, нарисуй кота Мальчик рисовал плохо, а знал много Решил восполнить неумение рисовать знаниями Нарисовал сначала дуб Тот уже напрягся Думает, мальчик, ту-ту Просил кота, он дерево мне нарисовал Ну, думает, подожду, что дальше будет А дальше было интересно Сэр ещё спросил, это кот? Указываю на дерево, нормальный разговор, умный Он говорит, сейчас Нарисовал цепочку Папа был ювелир, цепочка получилась А где кот? Он говорит, сейчас И нарисовал кота, как мальчик думал Мальчик рисовал плохо, поэтому это был не кот, это была козявка такая Козявка И этот вообще у него башня съезжать стал у офицера И искренне так решил спросить Мол, что ты нарисовал? И ткнув самое загадочное место в козявку Ну, потому что, ну, что, мальчика нельзя в армию принимать Просил кота, а у него козявка повесилась на дереве Это... И ткнув в козявку, спросил мальчик, что это? Мальчик знал, что на иврите кот хатуль А ученый Мадан, ну, у каждого слова, в каждом языке есть свои оттенки Мадан, это не тот ученый, которого имел в виду Пушкин А это ученый, отмеченный наградами Это... Это член ученого совета Это... И мальчик, ткнув обратно в козявку, сказал Хатуль Мадан У того мозг взорвался уже в этот момент И так искренне спросил Почему? Почему? Вот это, козявка Кот, член ученого совета Можешь объяснить? А тот говорит Потому что идет направо песнь в заводе Идет налево сказку, говорит Мальчик, придешь в следующий раз Мальчик ушел, расстроенный А этот сидит и думает Может, я чего не понял Может, зря-то слалого Секретарша, иди сюда Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, что это такое? А та была из России Она увидела и говорит Хатуль Мадан У этого мозг на атомы распался уже У вас что, секта Хатуль Мадана по-русски? Позови мою главную помощницу С какого там верхнего этажа бежит главная помощница? Она давно была из России, давно Она так соскучилась по всему нашему Она говорит Ой, Хатуль Мадан И он не выдержал, заорал Почему? Почему он у вас, Хатуль Мадан, эта козявка? Зря он задал этот вопрос Потому что она сказала А потому что идет направо Песень заводит Дочка с укоризной говорит отцу Папа, ты у меня такой невнимательный Угу Будь я повнимательнее Тебя вообще бы на свете не было Сидят два товарища, пьют пиво и разговаривают о сексе Ой, а я люблю заниматься с любовницей секса вечером Нью, дети уснут Ничто не отвлекает Вся ночь впереди Не, я люблю заниматься с любовницей секса мутром Ну, наспех, что ли, а почему? Чтобы у нее первым быть Жена высказывает мужу Ты сказал, что сделаешь уборку, а сам исчез Это что за прикол такой? Я не исчез Я убрался Один друг рассказывает другому Прикинь, вчера был в Питере Так там, прямо в центре города Перевернулись две машины с димедролом Ну и что? Дремлет притихший северный город Поймал волк колобка, а колобок ему говорит Не ешь меня, волк Меня по амбарам помели, по сусекам поскребли Везде пыль, грязь, плевки, бычки, зараза Фу Муж приходит с работы Жена ему говорит Не раздевайся, иди набей морду соседу С у мужа мгновенно наливаются кровью глаза Он выскакивает на лестничную площадку Звонит в дверь Жена слышит громкие звуки мордобоя И нецензурный брали Через несколько минут муж возвращается И, запыхавшись, спрашивает Ну, и за что я его избил-то? За что, за что? Сижу целыми днями дома одна Скукотища Женщина дома с любовником Вдруг звонок в дверь, женщина кричит Муж пришел Нет, нет, не в шкаф Ступай в ванную Будешь мне стиральный порошок рекламировать Судебное заседание Судья спрашивает у подсудимого Подсудимый, что вы можете рассказать об этом деле? Да, собственно, в вашей честь Иду я, значит, ночью домой Ага И тут ко мне подходят двое и говорят Снимай шубу и шапку Ну? Я так и сделал С одного снял шубу С другого шапку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok